Добрый день, дорогие зрители телеканала Управда ТВ. Меня зовут Дарья Сударева. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семенкин. Михаил Иванович, здравствуйте. Рада вас видеть у нас в студии. Отрасль агропромышленного комплекса завершил 2019 год с хорошими результатами. Аграрии обеспечили зерном не только жители Ульяновской области, но и других областей. Даже на экспорт пошло зерно. О каких итогах работы комплекса можно уже говорить? Чем можно похвастаться? На самом деле, действительно, каждым годом агропромышленный комплекс демонстрирует достаточно хорошие успехи. И это, в первую очередь, связано с тем, что на протяжении нескольких лет достаточно большая государственная поддержка во всех отношениях, я имею в виду, федеральный и региональный бюджет, был направлен на развитие АПК. Ну и, конечно, те льготы, которые на сегодняшний день распространяются на агропромышленный комплекс, это вот в совокупе на сегодняшний день сыграло определенным драйвером развития агропромышленного комплекса. В нашем регионе, в частности, мы, плюс ко всему, еще начали достаточно серьезную работу по объединению бизнеса и науки. В частности, создали научно-образовательный кластер, где наши специалисты научные, скажем так, в области агропромышленного комплекса на сегодняшний день активно оказывают методические рекомендации и практические рекомендации нашим аграриям. Мы пользуемся на сегодняшний день, скажем так, услугами научными не только специалистов нашего региона, но в том числе и представителей зарубежа. Мы привлекаем на сегодняшний день самые лучшие передовые практики, которые могли бы пригодиться в агропромышленном комплексе. И, безусловно, с учетом тех даже погодных условий, которые на сегодняшний день нас далеко не балуют, как и в 2019 году, была достаточно холодная весна, было засушливое лето, в ряде муниципальных образований выпало осадки только один раз в год. Тем не менее, мы демонстрируем достаточно хорошие результаты. В частности, мы собрали зерновых и зернобобовых культур в объеме 1 миллион 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. В целом, хочу сказать, что ряд муниципальных образований показали себя достаточно неплохо с точки зрения того, что валовый объем их превысил более 100 тысяч тонн. Это такие, как Меликевский район, который собрал 173 тысяч тонн. Это Старомайнский район, у которого на сегодняшний день одна из самых наивысших урожайностей с одного центнера с гектара, более 32 центнеров. Это Чердоклинский район, это, скажем так, Майнский район, ну и ряд других муниципалитетов, которые на сегодняшний день действительно показали себя с хорошей стороны. В целом, хочу сказать, что работа, в частности, от пассивной до уборочной компании была достаточно хорошо организована и глава администрации муниципальных образований, руководителями сельхозуправлений. Ну и все аграрии, конечно, безусловно, потрудились на славу, и мы имеем достаточно неплохие результаты. В целом, хочу сказать, что Ульяновская область входит в 30 ведущих регионов страны, которые собирают урожай более 1 миллиона тонн. И наша Ульяновская область, безусловно, является одним из участников этого огромного валового объема зерна, которого мы на сегодняшний день в Российской Федерации собрали более 120 тысяч тонн. 120 миллионов тонн. Поэтому здесь, конечно, есть чем гордиться. Но если мы даже посмотрим по ряду культур, например, масличные культуры, подсолнечник, в этом году у нас абсолютно рекорд. Мы собрали 360 тысяч тонн из этого подсолнечника, соответственно, если пересчитать его в масло растительное, то объем, с учетом потребления на душу населения наших жителей Ульяновской области, то он превышает более чем в 9 раз. И еще раз хочу сказать, что это абсолютно рекорд. Если в прошлом году мы собрали 304 тысячи тонн, то в этом году уже 360 тысяч тонн. Безусловно, культура достаточно рентабельная. Она в том числе уходит как на, скажем, маслоэкструкционные заводы, так и, соответственно, реализуется за пределы нашей страны. Сахарная свекла в этом году показала достаточно хороший результат. В этом году мы собрали почти 490 тысяч тонн. В прошлом году погодные условия несколько нас, скажем так, подвели, и объем урожая был порядка 256 тысяч тонн. А в этом году тут уже порядка 500. То есть мы говорим о том, что 490 тысяч тонн – это достаточно хороший объем для того, чтобы обеспечить наш цементский сахарный завод сырьем. И в целом, если пересчитать на сахар, то здесь мы превышаем норм употребления на душу населения более чем в 6 раз. По овощной группе, соответственно, так называемому борщевому набору в этом году тоже достаточно все хорошо. Урожайность в среднем где-то порядка 60% выше, чем по прошлому году. Здесь тоже мы отмечаем, благодаря тому, что наши сельхоз-стропроизводители очень большое внимание уделяют всем современным технологиям. Мы использовали систему орошения, с каждым годом мы более 40 тысяч гектаров ввозим земель именно орошаемых систем, так называемого искусственного полива. Ну и, конечно, безусловно, сельхозтехника и специализированные складские помещения с определенным микроклиматом, которые позволяют сохранить урожай до следующего, скажем так, сезона. Поэтому ряд у нас сельхоз-стропроизводителей, которые занимаются выращиванием овощей, в этом году не реализуют уже товар в таком большом объеме, как раньше. Соответственно, по осени уже начинали реализовывать свою продукцию, потому что негде было хранить. В этом году многие сельхоз-стропроизводители уже построили, скажем так, овощехранилище. И уже сегодня мы имеем какую-то некую такую полномерную реализацию овощной группы для того, чтобы могли наши овощи, соответственно, в том числе присутствовать на полках наших магазинов до весны. Это тоже очень здорово. Ну и, конечно, если мы даже в целом, хочу сказать, что агропромышленный комплекс – это не только растеневодство, это и животноводство. Поэтому по животноводству у нас тоже достаточно хорошие результаты. Мы имеем на сегодняшний день 220 тысяч голов свинопоголовья. Это наивысший показатель за последние 20 лет. Мы в этом году приросли на 4% по объему валового надоя молока. За буквально 9 месяцев, за 10 месяцев у нас он составил 118 тысяч тонн. Средний надой на одну фуражную корову, хочу сказать, что у нас в этом году достаточно высокий. Он также является рекордным за всю историю Ульянской области. Если у нас в советский период времени, 1990 год, самый большой надой на одну фуражную корову составлял 2757 килограмм, то в этом году он у нас составил 5,5 тысяч килограмм. То есть это абсолютно рекорд, опять же, за счет чего? За счет того, что мы занимаемся достаточно серьезно повышением генетики, завозим хороший высокопродуктивный скот, в том числе из-за рубежа. В этом году мы завезли порядка 1200 голов крупнорогатого скота, из которых 272. Это, как раз, имеется, генетика зарубежная. Ну и, конечно, сельхозтеропроизводители с каждым годом уделяют внимание модернизации и строительству новых животноуческих комплексов. Вы знаете, что за последние годы мы построили ряд крупных таких животноуческих комплексов. Это и КФХ Возрождение в Чердоклинском районе, это и Хмелевская в этом году прошла реконструкция и строительство новых животноуческих корпусов. В Меликевском районе. Это в Тетюшском районе постоянно проходит реконструкция и строительство дополнительных корпусов в животноуческом комплексе. Это, в том числе, и Калатея, Барышевский район, где проходит, опять же, реализация в несколько этапов животноуческого комплекса. Это, в том числе, и Новоспасский район, Агронептун. Построил он достаточно крупный и один из самых современнейших животноуческих комплексов на 1200 голов. Ну и в этом году мы дали старт в Чердоклинском районе. СПК «Новая жизнь» на 520 голов до иного стада. Современный животноуческий комплекс, отвечающий всем международным стандартам и требованиям. Конечно, в совокупии вот это все на сегодняшний день играет достаточно положительную роль, и в том числе по молочному сектору. По мясному кресу, вообще в целом по мясному направлению, хочу сказать, что здесь не только креса, здесь и птица, и, соответственно, свинина, и говядина. Мы приросли в этом году, плюсом где-то порядка 3,5%, выходим мы на 65 тысяч тонн. То есть мы с каждым годом растем, у нас идет тенденция достаточно положительная по всем направлениям. Птицеводство в этом году у нас в, скажем так, реконструируется птицефабрика «Экоферма РУС» на Молоклинском районе. И в следующем году планируют также дополнительно строительство еще плюс двух корпусов. В этом году они запустили забойный цех, построили комбикормовый цех. И в следующем году, опять же, будет тенденция к тому, чтобы развивать это направление с учетом увеличения производственных мощностей. Также хочу сказать, что мы достаточно серьезно проводим инвестиционную политику. У нас порядка 22 инвестиционных проектов подписаны на сегодняшний день соглашения с инвесторами на 19 миллиардов рублей. Это по разным направлениям, в том числе и строительство птицеводческого комплекса племенного репродуктора, который мы планируем разместить в Теренгуйском районе. Ну и так вот по отрасли достаточно много направлений, которые на сегодняшний день действительно в совокупности играют достаточно хорошую, значимую роль как в продовольственной безопасности региона, так и в том числе занятости на селе. Но здесь, конечно, нужно понимать, что современный агропромышленный комплекс, он уже становится более компактный, более, так скажем, ресурсоемкий в отношении того, что, если раньше в советское время численность, скажем так, трудоустроенного населения требовалось достаточно большое количество, то сегодня современный животноводческий комплекс, он уже более компактный. И, например, если свиноводческий комплекс на 30 тысяч голов, раньше он был и градообразующим, там работало более 300 человек, то сегодня там работает всего 60, потому что за счет того, что все процессы, они становятся автоматизированы, компьютеризированы, совершенно верно, везде стоят датчики контроля, соответственно, которые отвечают за климат, за кормление, ну и в целом за состоянием животных. Например, если Агронептун, я говорю, как один из самых современных животноводческих комплексов, построенный в позапрошлом году, мы им давали старт с участием заместителя председателя правительства Алексея Гордеева, который приезжал к нам сюда, Алексея Васильевича Гордеева. Поэтому здесь хочу сказать, что данный животноводческий комплекс отличается тем, что можно управлять дистанционно, с мобильного телефона, всем практическими процессами, в том числе и контролем состояния животного. Поэтому, безусловно, агропромышленный комплекс на сегодняшний день становится более информационный, цифровизованный, и все, что касается именно цифровизации в отношении агропромышленного комплекса на сегодняшний день, это действительно вопрос будущего, который уже, мы говорим завтра, а он уже есть сегодня в нашем регионе. Также используется беспилотный летательный аппарат, цифровка всех полей, поэтому в режиме онлайн сельхозпроизводитель, даже руководитель сельхозпольприятия, соответственно, он видит, как на сегодняшний день собираются урожаи, какая идет валовка, какая влажность, соответственно, и здесь может контролировать и корректировать свою работу уже в процессе своей деятельности. И также, благодаря, опять же, беспилотным летательным аппаратам, плюс тому, что есть определенная уже программа спутниковая, которую на сегодняшний день сельхозпроизводители отслеживают на период вегетации, то есть с момента, когда только сошел снег, мы уже можем прогнозировать урожайность или понимать, соответственно, какие проблемные моменты возникают на том или ином поле, для того, чтобы агротехнические, скажем так, мероприятия можно было провести и отредактировать несколько посевов. Этим наши уже аграрии вовсю занимаются. Действительно, есть ряд аграрий, которые на сегодняшний день уже собирают урожайность более 80 центнеров с гектара, потому что они на сегодняшний день используют все самые современные технологии, они используют, соответственно, в том числе и хорошие качественные сорта семенные, поэтому в совокупности получается картина у нас достаточно неплохая. Но здесь, конечно, безусловно, хотелось бы благодарить в том числе и наш аграрный вуз, наш аграрный университет, который готовит кадры, и понимая то, что современное сельское хозяйство, оно уже кардинально изменилось, и готовить на сегодняшний день кадры нужно, соответственно, тому времени, тем требованиям, которые на сегодняшний день диктует рынок, поэтому запущена у нас кафедра цифровизации уже в аграрном университете. В этом году запустили мини-ферму цифровую, которая на сегодняшний день отвечает всем как раз современным технологиям, там завезен, опять же, высокопродуктивный скот глаштенизированных пород, и все те технологии, которые на сегодняшний день используют в современных фермах, они уже есть как практические, скажем так, занятия в аграрном университете. — И, конечно, меры поддержки самим Агариям. — Да, да, ну и, конечно, меры поддержки, те, которые на сегодняшний день из года в год мы увеличиваем, если буквально мы говорим за 2019 год, общий консолидированный бюджет, который мы направили на поддержку агропромышленному комплексу, составил порядка 2,5 миллиардов рублей. В этом году мы также понимаем прекрасно, что в 2020 году уже, безусловно, тенденция к развитию, она должна быть еще более высокой, потому что задача стоит у нас, поставленная президентом, губернатором Альянской области, к 2024 году выйти уже на 2 миллиона тонн зерновых и зерновобовых культур. Мы должны вырасти в том числе и по экспорту, порядка в два раза. И здесь, конечно, мы не должны концентрироваться только лишь на сырьевой базе, и мы должны в том числе и понимать о том, что данную продукцию необходимо перерабатывать и уже экспортировать ее как продукцию с добавленной стоимостью. Поэтому увеличена доля поддержки сельхоз-старопроизводителей и пищевой перерабатывающей промышленности на 2020 год, она уже составит 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Ряд инвестиционных проектов, которые мы уже запустили в прошлом году, это, в частности, строительство причальной стенки в Староманьском районе, это инвестиции порядка 500 миллионов рублей. Благодаря данной причальной стенке мы имеем теперь возможность погрузки, скажем так, барж река-море, которые могут реализовывать уже, скажем так, продукцию сельхоз-старопроизводителей за пределы нашей страны. Ну и, конечно, ряд инвестиционных проектов, таких как «Сибирскомука», пришел к нам инвестор, который на сегодняшний день полностью реконструирует данное предприятие, в том числе с не только производством, скажем так, муки, но в том числе и производством гранулированных отрубей. Объем инвестиций только в 2020 году составит 200 миллионов рублей, уже на сегодняшний день работает порядка 50 человек. И вот буквально с весны мы начинаем этот проект запускать, как пусконаладочные работы пройдут, и уже, безусловно, увеличится штат сотрудников порядка более чем 100 человек. Вот. И это, конечно, безусловно, предприятие нам тоже для нас является стратегически важным, потому что переработка зерна только через «Сибирскомуку» позволит нам порядка 100 тысяч тонн. Ну и ряд других предприятий. Это имелец Купца Маркова в Димитровграде, который на сегодняшний день модернизируется. Это и строительство элеваторов, и перерабатывающих предприятий, которые на сегодняшний день у нас будут работать в Вишкаемском районе. Ряд животноводческих комплексов, о чем я сказал, в том числе и птицфабрики, которые на сегодняшний день мы планируем строительство, и в том числе ведем сейчас активный переговор с инвестором по тем птицфабрикам, которые входили в группу компаний МАПО. Они на сегодняшний день находятся на консервации, но вот ряд инвесторов на сегодняшний день ведет переговоры, они имеют определенный интерес для покупки и запуска этих птицфабрик уже в новом формате. Далее, хотел бы сказать, что, безусловно, у нас есть такие два стратегических партнера. Это как «Эфес», «Санбеф-Эфес», это, в том числе, пиваренный завод «Трехсосинский». Вот два пиваренных предприятия, которые на сегодняшний день перерабатывают пиваренный ячмень. На сегодняшний день я хочу сказать, что только по «Санбеф-Эфес» у нас вырос объем переработки пиваренной ячменя за последние буквально три года в восемь раз. Безусловно, для нас это очень важно и стратегически необходимо. Почему? Потому что для сельхозпроизводителей, в первую очередь, интереснее производить пиваренный ячмен, нежели фуражный, потому что добавленная стоимость в пиваренном ячмене на 23% выше, нежели, допустим, в фуражном ячмене. Ну и, конечно, безусловно, два вот этих вот предприятия пивоваренных, они являются для нас стратегически важными в отношении пополнения бюджета, так как акциза платежи с реализацией пивной продукции, и вообще в целом, скажем так, продукции пива, для нас является важным, потому что мы по акцизам растем с каждым годом плюсом порядка 2 миллиарда рублей. Конечно, также нужно понимать, что все это пиво реализуется как на территории Российской Федерации, так и с ее пределами, и доля потребления, скажем так, нашими жителями региона, там все составляет не более чем 3%. Все остальное продукция, конечно, выезжает за пределы нашего региона. Поэтому вот такой вот комплекс, ряд мероприятий, безусловно, на сегодняшний день дало возможность получить хорошие результаты, хорошие экономические результаты. Мы с каждым годом прирастаем пополнение бюджета плюсом 2 миллиарда рублей. В 2020 году мы планируем, что рост доходов состоит только по нашей отрасли сельскохозяйства, пищево-перерабатывающей промышленности плюсом 2,4 миллиарда рублей. Вот если говорить о планах на 2020, вот буквально пару дней назад прошел Государственный совет, где Ульяновская область выступила с рядом инициатив в отрасли АПК. Расскажите, что это за инициативы, как они будут реализованы в 2020? И будут ли? Да, очень правильный вопрос. Вообще, на самом деле, Госсовет агропромышленного комплекса, который у нас прошел в Москве. Понятно, что сельское хозяйство, как уже неоднократно говорил президент, и мы отмечаем на нашей региональной площадке о том, что он становится драйвером экономики. И, конечно, как развивается на сегодняшний день достаточно быстрыми и высокими темпами агропромышленный комплекс, также, соответственно, должно улучшаться качество жизни на селе. И с этим в 2019 году прошло переформатирование программы «Комплексное развитие сельской территории». Она раньше называлась «Устойчивое развитие сельской территории», теперь она называется «Комплексное развитие сельской территории». Эта программа позволяет, в большом счете, улучшить качество жизни на селе. И этому вопросу очень много было посвящено внимания как раз на Госсовете. Есть ряд инициатив, с которыми мы выходили на разных площадках в течение 2019 года. Мы обращались и в Совет Федерации, мы обращались и в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Депутатам, соответственно, в Государственную Думу мы обращения такие направляли. И очень положительно было слышать о том, что эти инициативы были поддержаны и услышаны. И в том числе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал эти ряд инициатив. И были даны соответствующие поручения на предмет того, чтобы уже посмотреть внимательно углубленные, скажем так, эти инициативы. И мы ждем и надеемся, что в 2020 году они найдут свое отражение. Ну, в первую очередь, какие инициативы? Мы знаем, что ряд муниципальных образований и, в частности, даже поселения, испытывают достаточно большой вопрос дефицита денежных средств на предмет подготовки проекта смертной документации для того, чтобы участвовать в программе «Комплексное развитие сельских территорий». И было предложение нами еще ранее озвучено о том, чтобы включить в программу «Комплексное развитие», в том числе и финансирование проекта смертной документации через, скажем так, саму программу. Была такая инициатива озвучена, президент, соответственно, поддержал. И будем ждать, что в 2020 году все-таки найдет свое отражение данная инициатива. Следующая инициатива, о чем мы тоже неоднократно говорили, в отношении сельхозтаропроизводителей, которые оплачивают электротариф на сегодняшний день на порядка 6-7 рублей за киловатт, в то время как житель сельской местности платит 2,5 рубля. То есть мы просили о том, что давайте приравняем наших сельхозтаропроизводителей к тарифу как сельский житель, соответственно, 2,5 рубля. Почему? Потому что данная нагрузка, соответственно, которую они несут, финансовые затраты по электроэнергии, является достаточно значимым для аграрии, в частности, мы говорим, животноморческий комплекс. Поэтому, на наш взгляд, было бы неплохо, если бы мы рассмотрели такую возможность и приравнять их к сельскому жителю. Тоже эта инициатива прозвучала, она была услышана, соответственно, в поручении определенным образом, как бы, в поручении по этому поводу даны. Далее мы говорили о том, что необходимо на сегодняшний день в сельских территориях создавать определенные зоны опережающего развития. И для этого, безусловно, чтобы эти зоны опережающего развития могли иметь определенную уже заранее подготовленную инфраструктуру. Это и как подъездные дороги, это, соответственно, электросети, водоснабжение, газификация, чтобы тоже можно было, соответственно, эти программы, вернее, эти, скажем так, площадки финансировать через программу комплексного развития сельских территорий. Тоже были услышаны по этому поводу и определенные были даны поручения. В целом, хочу сказать, что комплексное развитие сельских территорий это действительно та программа, которая на сегодняшний день аккумулирует в себе все направления. Здесь мы говорим, через эту программу можно на сегодняшний день ремонтировать и дороги, и водоснабжение, газификация, и, соответственно, водопровод. Здесь также можно на сегодняшний день через эту программу реконструировать и строить, как детские сады, школы, медицинские учреждения, те же самые модульные ФАПы. То есть, по большому счету, все объекты жизнедеятельности, которые осуществляются на сегодняшний день на селе, они входят в эту программу, и через нее можно решать очень много разных вопросов. Но, безусловно, основным уголовающим пунктом и ориентиром, на что сама программа ориентирована, она прямо так и начинается с первого пункта, о том, что выгодополучателем данной программы является житель села. Поэтому все инициативы, которые проходят и входят в эту программу через заявочную документацию, они должны быть согласованы с жителями села, и на сходе граждан они должны быть приняты о том, что именно нам нужна дорога, условно, а не какой-либо тротуар или, допустим, какой-то парк. То есть, это уже жители села должны определить, сделать определенный выбор в пользу той или иной заявки. Ну, а так вообще в целом, сама программа, безусловно, она предусматривает на сегодняшний день пошаговое развитие. То есть, нужно единственное, что жителям села иметь определенную программу развития своего собственного села, с определенной поддержкой, с пониманием, и с каждым годом участвовать активно в заявках, для того, чтобы можно было поэтапно, из года в год, улучшать качество жизни каждого населенного пункта. Самое главное – быть активным. Совершенно верно. Спасибо большое. Ну, и в завершении нашей беседы, что можете пожелать не только всем ульяновцам, но и, наверное, своим коллегам, аграриям, всем работникам сельского хозяйства в 2020 году? Ну, в первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех сельхостропроизводителей за благотворный 2019 год. Безусловно, мы потрудились на славу, есть определенные показатели, которым действительно можно гордиться, они вошли в историю нашего региона. Ну, и хочу пожелать всем в 2020 году, в наступившем 2020 году, в первую очередь, всем благополучия, всем добра, мира, любви, быть более целеустремленными, мечтать, и чтобы мечты ваши сбывались, и чтобы регион наш развивался и становился с каждым годом все лучше, краше, уютней, эффективней и приносил пользу каждому нашему жителю региона. Спасибо большое. Наша передача подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова